Виктория и Роман были женаты уже больше 10 лет. Всю свою семейную жизнь они вложили в создание и развитие собственного бизнеса, а о детях как-то не подумали. С каждым новым днем Вика думала об этом и испытывала сожаление. С другой стороны, возможно, хорошо, что у них не было детей, потому что Виктория уже не видела в романе того прекрасного мужчину, за которого согласилась выйти замуж. В последнее время она часто задумывалась о разводе. Бизнес они могут вести вместе и без родственной связи, просто останутся партнерами. Виктория хотела реализовать себя в качестве матери. Ну и что, что ей почти 40. Сейчас очень много женщин сначала карьеру строят, а потом о семье думают. Вот и она из таких. Виктория перевернулась в кровати и посмотрела на спящего мужа. Солнечный свет совершенно не мешал ему спать. Обычно Вика вставала чуть раньше Романа и делала ему приятный утренний сюрприз в виде чашечки ароматного кофе. Но сегодня ей совершенно не хотелось сделать что-то для этого человека. Ее половину ночи терзали мысли о разводе. Надо поговорить с ним. «Рома, вставай, на работу пора». Позвала мужа Виктория. «Уже иду». Сонно отозвался Роман. Виктория отправилась на кухню. Ее муж в последнее время был буквально одержим работой. Он раньше уходил и позже приходил. Все выдвигал какие-то идеи продвижения их бизнеса. Вика же все чаще задумывалась о семье. Ей хотелось видеть рядом с собой мужа и защитника, отца своих детей. А Романа и рядом-то почти никогда не было. Виктория вздохнула. Сегодня она поговорит с ним. Объяснит, что ей нужно от жизни. И он поймет. Должен понять. «Вик, мне бежать надо!» – выкрикнул из коридора Роман. «Я оставлю машину тебе сам на такси. Сегодня вечером поужинаем в ресторане». «Давай», – безразлично ответила женщина. «Даже кофе не попьешь». «Нет, очень много дел сегодня. Все, милая, люблю тебя». Выпалил на одном дыхании мужчина и хлопнул дверью. Виктория не удивилась. Роман давно себя так вел, словно был одержим чем-то. Она даже какое-то время думала, что у него любовница. Но даже нанятый частный детектив ничего не обнаружил. Роман просто трудоголик. Такие, как он, редко ночуют дома. Так что Виктории еще повезло. Женщина налила себе кофе и задумчиво пригубила крепкий напиток. «После работы Роман хочет поужинать. Возможно, там и можно будет поговорить о разводе. Хотя ресторан, люди…» Виктория вздохнула. «Пусть все решит случай. Женщина устала все продумывать наперед». Роман вышел из такси чуть дальше своего офиса. Он все же решил купить себе кофе в их с женой любимой кофейне, где они раньше часто бывали после работы. Мужчину захлестнули приятные воспоминания о том, как они вместе с Викторией сидели здесь по вечерам, наблюдая за спешащими людьми. Пили горячий кофе и ели вкусное пирожное, обсуждая идеи для продвижения бизнеса. Надо бы отправиться в отпуск с Викой, а то все работа да работа. Но не стоит забывать и о том, что сегодня будут переговоры об инвестировании важных проектов, а инвесторов нельзя упускать ни в коем случае. Нужно еще немного поработать и потом уже думать об отпуске. В офисе Виктория была сама не своя. Не могла собраться, все думала, как же именно сообщить Роману о своем решении. А вот Роман, напротив, был в ударе. Рабочие задачи он решал с завидной легкостью. Казалось, что сегодня его день. Хотя Рома всегда хорошо работал, вряд ли в бизнесе были не его дни. «Вик, ты закончила?» Спросил Роман, заходя в кабинет своей жены. Виктория как раз просматривала концепты рекламных роликов. «Эм, нет пока еще, а ты уже все?» Она посмотрела на часы. Муж не уходил раньше десяти домой, а сейчас было только четыре. «Ага, я же говорил, что хочу сегодня поужинать с тобой в ресторане. Тебе помочь?» «Нет, не надо, тут пустяки остались». Отмахнулась Виктория. Она надеялась, что муж останется ждать ее прямо здесь, в кабинете, и она сможет поговорить с ним. Но у Романа были другие планы. «Хорошо, работай. Пойду пока кое-что закончу. Как освободишься, зайди ко мне, ладно? Сразу же поедем». «Ага», – буркнула Вика, недовольная тем, что не получилось начать разговор. «Ну, конечно, в очередной раз работа вместо жены», – сказала она в пустоту, когда за Романом закрылась дверь. Закончив со своей работой, она зашла в кабинет мужа. Роман сразу же прекратил какой-то телефонный звонок и улыбнулся жене. Когда-то он последний раз улыбался ей или делал комплимент. Виктория привыкла к тому, что муж ее не романтик, поэтому для нее было удивительно видеть у Ромы хорошее настроение, связанное с поездкой в ресторан, а не с работой. Они вместе спустились к выходу, сели в машину. Роман занял место водителя, а Вика устроилась рядом. Всю дорогу Роман был чем-то очень доволен, и у Виктории просто язык не повернулся говорить с ним о разводе, когда он в таком прекрасном расположении духа. Хотя ее начинало злить, что именно сегодня, когда она решилась завести волнующую ее тему, Роман подхватил хорошее настроение, которое она не хотела портить. В ресторане за ужином они разговаривали о делах. Рома увлеченно рассказывал что-то о новом проекте в бизнесе. Вика почти его не слушала, иногда кивая. Нет, зря она надеялась, что веселость Романа связана с поездкой в ресторан. Оказалось, что он привлек дополнительных инвесторов, чему был очень рад. Ром, я за тебя очень рада, честно. Но давай теперь поговорим о другом. Резко оборвала Вика своего мужа. Конечно, что случилось? Виктория вздохнула. Сейчас надо было собраться с мыслями. Но они ведь так давно вместе. Как же можно сказать ему о расставании? Рома, мне кажется, что мы перестали понимать друг друга. Ты о чем? Не понял мужчина. Ну вот именно об этом. Ром, ты помнишь, что ты делал на выходных? А я тебе напомню. Ты уехал на работу, чтобы закончить очередной проект. Так разве это плохо? Да, это плохо. Это плохо, потому что ты уже давно не замечаешь во мне женщину. Потрясенный мужчина молчал, разглядывая свою жену, которая находилась чуть ли не на грани истерики. Вика, я работаю в два раза больше ради тебя. Только ради тебя. Чтобы ты побольше отдыхала, получше питалась, чтобы высыпалась в конце концов. Помнишь, когда мы только начинали свое дело, у нас не было ничего? Как мы просили денег в долг, чтобы просто прожить еще один месяц? Ты хочешь сказать, что тогда было лучше, чем сейчас? Тогда ты хотя бы был рядом со мной по ночам, а не приходил тогда, когда я уже заснула. Чего ты хочешь от меня, Вик? Развода. Выпылила Виктория. На Романа словно уши от ледяной воды вылили. Все эти годы он старался ради Вики, а теперь она хочет развода? Рома, пойми меня правильно, хорошо? Ты очень хороший человек. Ты работящий, но мне нужно другое. Мне нужно внимание, любовь, семья мне нужна. Да, да, я понял. На автомате ответил Роман. Хорошо, давай разведемся. Это спокойствие вывело Викторию из себя. Вот даже сейчас такое чувство, что тебе плевать. И на меня, и на наш брак. Знаешь, а хорошо, что мы с тобой не успели завести детей, а то они бы сейчас мучились. Ты можешь успокоиться? Ты от меня то развода требуешь, то детей, я тебя не понимаю. Нет, Ром, я не могу успокоиться, потому что чувствую твое наплевательское отношение. Мы с тобой прожили вместе 10 лет. Неужели для тебя это ничего не значит? Значит, конечно же. Тогда хоть изобрази какую-то эмоцию. Женщина не выдержала и заплакала от обиды на Романа. Она жалела себя, не понимала, почему он ведет себя так черство по отношению к ней. А Роман все еще не мог осознать, что Виктория предложила ему развестись. Он не представлял себе жизни без нее. Вика, давай выйдем на улицу. Тебе нужно немного подышать свежим воздухом. Не слушая возражения жены, Роман поддерживал ее за руку и вел к выходу. На улице женщине стало чуть легче. Давай поговорим об этом завтра, хорошо? Поедем сейчас домой. Я вернусь и заплачу за наш ужин. А ты подожди меня в машине, ладно? Виктория ничего не ответила, просто пошла к машине. Ей было плохо, больно от осознания того, что даже в такой ситуации, когда все рушится, ее муж остался прагматиком. Она еще переживала, не знала, как сказать ему о расставании. Оказалось, все очень легко. Они молча ехали по вечернему городу. Роман решил немного прокатиться и выехал на объездную дорогу. Ему хотелось обдумать слова жены. В последние годы он действительно очень много работал, а ей нужно было внимание. И та фраза о детях. Виктория никогда не говорила с ним о том, что ей хотелось бы стать матерью. Оказывается, он действительно очень плохо понимал свою жену. У него перед глазами проносили счастливые моменты их жизни. Он вспоминал улыбку Виктории. Он так увлекся воспоминаниями, что заметил резко выехавшую навстречу машину слишком поздно. Вика вскрикнула. Роман развернул машину так, чтобы основной удар пришелся на него. Столкновение было сильным, но Виктория лишь лицо оцарапала разбившимся стеклом. А вот Роман потерял сознание, из разбитой головы обильно шла кровь. В больнице Виктории быстро обработали полученные при аварии ссадины, а вот Романа сразу забрали в операционную. Вика понимала, что виновата в аварии она. Это она довела Рому до такого состояния. Если бы он не выслушивал все ее претензии, если бы она поговорила с ним дома, то этого всего не произошло бы. Из операционной Романа перевели сразу в реанимацию. Виктория пыталась узнать, что с ее мужем, но ей только сказали, что состояние Ромы стабильно тяжелое. Виктория сидела возле двери реанимации и молилась, чтобы ее муж выкарабкался. В этот момент она поняла, как сильно любит его. Напрасно она обвиняла Романа, ведь он пожертвовал собой в этой аварии. Роман приходил в себя медленно и мучительно. У него болело все тело. Что произошло? И тут в память прорвались события, приведшие его на больничную койку. Заявление о разводе, ссора, авария. «Вика!» Воскликнул Роман. Очнулся. Тут же раздался незнакомый женский голос. «Лежите, я сейчас позову дежурного врача». «Подождите, где моя жена?» «С вашей женой все в порядке, она сейчас дома». «Слава Богу!» Прошептал Роман. И вдруг понял, что совершенно ничего не видит. «Здравствуйте, Роман!» Раздался мужской голос. «Я дежурный доктор. Жалобы есть?» «Я... Совсем ничего не вижу». «При аварии у вас сильно пострадала затылочная кора головного мозга, черепные нервы, а также имеется ушиб мозга. Слепота...» «Слепота излечима, но стоимость операции несколько миллионов. Она, возможно, по бесплатной квоте, но пока вы будете ее ждать, боюсь, операция уже не поможет». Это был конец. Только что врач сказал Роману, что он навсегда останется слепым. Доктор осмотрел мужчину. Отметил, что в остальном все в порядке и разрешил пригласить жену. Медсестра ушла звонить Виктории. А Роман думал о том, как расскажет ей об операции. В семье таких денег не было. Он знал это. Вика и так хотела развестись. Что ж, теперь у нее будет лишний повод. Через час приехала Виктория. Как только медсестра позвонила ей, она тут же сорвалась с работы. Роман пролежал в коме больше недели. Она уже боялась, что он умрет. Но он выжил. Справился. Женщина бежала по отделению, ища палату мужа. «Рома!» Раздался голос Вики. Роман повернул голову на источник звука. «Привет!» Он не смог не улыбнуться. Он соскучился по своей жене. Пусть даже она и хотела развода, но он по-настоящему любит ее. Вика обняла его и заплакала. «Господи, я так переживала за тебя. Прости меня, Рома, это все я виновата». «Глупости. Конечно, ты не виновата». «Как ты, милый?» «Да не очень», признался Роман. «Ты говорила с доктором?» «Нет, сразу к тебе побежала. Дело в том, что я ослеп. И операцию по восстановлению зрения стоят несколько миллионов. Я все понимаю, Вик. Я знаю, что таких денег у нас нет». «Рома...» «Нет, нет, нет...» Виктория не верила своим ушам. «Нет!» «Ничего не поделаешь». Печально улыбнулся Роман. «Я не смогу помочь тебе подготовить бумаги на развод». «Ты... идиот!» По голосу было слышно, что Виктория плачет. «Не будет никакого развода». Она помолчала, успокаиваясь. «Я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю». Роман не хотел расстраивать Викторию еще сильнее, поэтому они немного поговорили о доме. Женщина сказала, что обязательно придет завтра, а пока ей нужно идти. Выйдя из палаты, она нашла врача, который объяснил ей, что произошло с Романом во время аварии. Если бы он не развернул автомобиль, то не получил бы таких повреждений. Но тогда сильнее пострадала бы сама Вика. Женщина узнала стоимость операции, поблагодарила врача и отправилась домой. В квартире она достала пару бутылок вина и села в любимое кресло своего мужа. Надо же. Совсем недавно они разговаривали, Роман рассказывал о своих стратегиях, а сейчас... Сейчас он в больнице, ослепший по ее вине. Виктория ругала себя за тот разговор, но теперь надо было думать, как поступать дальше. Ее ужасно пугала жизнь с инвалидом. Ведь неизвестно, когда Роман сможет элементарно ухаживать за собой. Не говоря уже о работе, какая ему теперь работа? Виктории было противно осознавать, что она все-таки вернулась мыслями к разводу. Это был бы хороший выход. Она могла бы продолжать вести бизнес, содержать Романа, нанять ему сиделку. Нет. Рома оказался в таком положении именно по вине Вики. Поэтому она должна думать не о том, как бы избавить от неудобств, а о том, как спасти Рому. Но выход она видела только один. Это операция. Операция стоит несколько миллионов. Где же можно взять такие деньги? Кредит такой огромный никто ей не даст. Занимать по всем родственникам и знакомым тоже не хватит. Что же делать? Виктория поджала губы. Остается только продать бизнес, чтобы оплатить операцию мужу. Только Роману не надо об этом знать. Пусть он думает, что операция проводится по квоте. Через несколько дней Виктория заключила договор. Она продала их общий с Ромой бизнес. Дело, которое они начали с нуля за стоимость операции. Виктория в тот же день поехала в больницу, чтобы встретиться с доктором Романа. Добрый день. В кабинет вошел врач. Здравствуйте, я жена Романа из пятой палаты, помните? Встала со стула Виктория. Конечно, помню. В чем дело? Скажите, а операция все еще актуальна? Да, я думаю, что операция поможет. Но время поджимает. Нужно решать этот вопрос сейчас. У меня есть деньги на операцию. Доктор приподнял бровь. Но мой пациент говорил, что его семья не располагает такими средствами. Ну а я вот нашла. Устала, ответила Вика. Если вы считаете, что операция поможет, то давайте ее делать. Только, пожалуйста, пусть муж думает, что операция по квоте. Врач Кивнул и сказал, что будет писать перевод Романа в центр мозга, где ему и сделают операцию. Все это будет назначено на завтра. Как на завтра? Опешила Виктория. А зачем медлить? Гипоксия скоро сделает свое дело. Зрение может не восстановиться. Я поняла. Я... Можно я зайду к мужу? Конечно. Женщина прошла к палате Романа. Он повернулся на звуки ее шагов. Привет. Поздоровалась она. Привет. Как ты? Нормально. Ром, у меня для тебя есть новость. Какая? Я достала квоту на операцию. Сообщила Вика. Роман от чего-то не обрадовался, а только нахмурился. Разве ты не рад? Вик, я не вчера родился. Врач мне говорил, что квоту ждать несколько месяцев, если повезет. Как ты достала ее за неделю? Связи подключила. Пожала плечами Виктория. Помнишь мою тетку Наталью? Она работает в центре мозга. Медсестру она там работает. Вика, прошу тебя, хватит лгать мне. Ответь сейчас честно. Где ты взяла деньги? Женщина молчала пару минут. Я продала наш бизнес. Зачем? После короткой паузы спокойно спросил Роман. Виктория думала, что он будет злиться, ведь он всю жизнь вложил в это дело. А она так поступила без его ведома. Но никак не ожидала спокойной реакции. В смысле, зачем? Стою ли я этого, Вик? Ведь в тот день ты говорила о том, что нам пора развестись. Уверена, что поступила правильно? Да. Ответила Виктория и вышла из палаты мужа. Когда женщина пришла домой, то не смогла удержаться от бутылки вина. Она нервничала и переживала об исходе операции. Сидя за бокалом красного сухого, женщина думала, а что было бы, если бы в той аварии Роман не вывернул так руль. А что было бы, если бы это она потеряла зрение? Виктория знала, что Роман, не думая ни секунды, продал бы бизнес и оплатил ей лечение. Потому что он любит ее. А она любит его. На следующий день Виктории позвонили из центра мозга и сказали, что операция прошла успешно. Пациент в стабильном состоянии. Повязку с глаз снимут через три дня. Она может присутствовать, если захочет. Конечно, Виктория хотела. Эти три дня она провела как на иголках. То, что операция прошла успешно, ничуть не успокоило ее. Они могли назвать успехом восстановление лишь жалкой части зрения. Врач сказал, что пока нельзя быть уверенным в проценте восстановления. Все выяснится, когда Роман снимет повязку. И вот настал этот день. Виктория стояла рядом с врачом, с замиранием сердца, наблюдая, как падают туры бинтов. Роман открыл глаза. Первое, что он увидел, была его жена. Роман заметил, как она прекрасна. Виктория держала руки в молитвенном жесте у груди, с волнением сматриваясь в лицо своего мужа. Она действительно переживала за него. Мужчина улыбнулся Виктории, и она поняла, что со зрением Романа все в порядке. Вика присела на край кровати мужа, обняла его и расплакалась. Роман гладил ее волосы, раскачиваясь в успокаивающем ритме. Вика, ну все ведь хорошо. Все закончилось. Я от счастья. Отмахнулась женщина. Давай поженимся. Неожиданно предложил Роман. Виктория слегка отстранилась и вытерла слезы. С приданным у меня беда. Усмехнулась она. Нет ничего. Не страшно. Мужчина улыбнулся. Начнем все сначала. В таком случае я согласна. И они действительно начали сначала все. Роман и Виктория задействовали старые связи. Взяли кредит в банке и быстро смогли открыть новый бизнес. Имея большой опыт в этой сфере, пара смогла выжить в условиях крошечной фирмы и огромной конкуренции. Но теперь Роман знал, что нет у него в жизни ничего важнее Виктории. А Вика чувствовала себя, наконец-то, любимой. Через два года после аварии Виктория нерешительно подошла к мужу. Ты занят? Нет, конечно. Беззаботно ответил Роман. Сегодня же выходной. Извини, я все еще не могу привыкнуть, что ты победил свой трудоголизм. Усмехнулась женщина. Эм, Ром, мне надо тебе кое-что сказать, но я очень волнуюсь. Что случилось? Ты нашла себе молодого красавчика? Или красавицу? Неопределенно пожала плечами Виктория и улыбнулась. Ты беременна? Вскочил с места Роман. Он рассмеялся и подхватил жену на руки, словно ему было не 42, а лет 30. О боже, ты беременна! Я думала, что ты не особо хочешь детей. Посмеиваясь, заметила Виктория. Глупости какие. Вика, я знаю, что тебе хочется реализовать себя не только как бизнесвумен. И я действительно счастлив, зная, что скоро у нас будет пополнение. Я люблю тебя. С нежностью сказала Виктория. А я тебя. Ответил Роман и поцеловал жену. Через 9 месяцев у них родился абсолютно здоровый мальчик, которого назвали Паша. Едва сыну исполнился год, как вся семья отправилась в путешествие в Грецию. Виктория была на седьмом небе от счастья. Она наконец-то поняла, что значит быть мамой и любимой женой. Роман души не чаял в маленьком Паше и благодарил судьбу за такой подарок. Глядя на них со стороны, можно было бы подумать, что это молодожены, так нежны были их чувства друг к другу. Ведь они прошли вместе через многое и смогли сохранить свою семью.